Теперь в Сирии появляются сообщения о том, что боевики группировки «Исламское государство» оставляют позиции под ударами сирийской армии. Ее командиры развивают успех, который стал возможным благодаря поддержке российской авиации. В только что освобожденных населенных пунктах побывала наша съемочная группа. Репортаж Олега Шишкина. От соседней бакса ее сирийская армия взяла на прошлой неделе до форы не более трех километров. Но дорога туда занимает больше часа. Только короткими перебежками и по одному. Вдоль стен домов, затем порвам и водосточным канавам. Человек на открытом пространстве сразу становится мишенью для снайперов-террористов. Так что чем быстрее бежишь, тем больше шансов остаться в живых. Сирийские военные идут первыми. Мы за ними, шаг в шаг. Здесь, возможно, еще остались растяжки. Сам населенный пункт Фор освобожден, но дорога к нему простреливается. Поэтому нас ведут туда среди зарослей, тайными тропами. И мы либо бежим, либо залегаем при малейшей опасности. И ждем, когда все стихнет и можно будет продолжать идти дальше. Бежать в бронежилете и тяжелой каске нелегко. Но сирийские военные постоянно повторяют. Быстрее, еще быстрее. Бои за Фору продолжались несколько дней. Боевики отчаянно сопротивлялись. Здесь находились террористы из Джабхатан-Мусра, одного из подразделений Аль-Каиды. На домах остались их лозунги. На улицах Фора везде сожжена боевая техника. Эту БМП боевики когда-то раньше отбили у сирийской армии. А сейчас потеряли ее при отступлении. В руки сирийских военных попало много боеприпасов и оружия, в том числе и кустарного производства. Самодельная пушка боевиков, вместо ствола обычная металлическая труба, стреляет газовыми баллонами. Обычными бытовыми газовыми баллонами. Он запаивается, помещается в ствол, поджигается и пушка выстреливает им в качестве снаряда. Ударами нашей авиации были разрушены опорные пункты боевиков поблизости. По самой Форе авиация не работала. Здесь могли оставаться мирные граждане. Наш успех напрямую связан с действиями российской авиации. Ваши пилоты бьют очень точно. Услышав звук самолета в небе, боевики в панике бегут в укрытие. Но и это их не спасает. Ваше оружие очень мощное, и оно не оставляет им шансов. В этом жилом доме держали барону боевики. Здесь повсюду следы боев. Пустые ящики из-под патронов, пулевые пробоины. Каким-то чудом здесь оказалась вот эта старая печатная машинка. Сейчас здесь командный пункт сирийской армии. Вместе с Форой сирийская армия внезапным ударом освободила и соседний населенный пункт Савсаву. И военные собираются развить успех. Здесь находился штаб боевиков. Вначале по дому отработали минометы, а затем нанесла удар артиллерия. Разрушение, конечно, колоссальное. Боевиков отбросили из Форы. Но до их позиции рукой подать. Вот уже на этих склонах засели отряды террористов. Выбить боевиков оттуда сейчас главная задача штурмовых батальонов сирийской армии. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдов. Первый канал. Сирия.